Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, вы же неспроста появились у нас. Мы знаем, что вы не так давно стали обладателями приятных... Многих наград. Многих наград, так вот скажем, да. Международного конкурса, который проходил в Шиньяне. В общем, так все грандиозно и помпезно. И какие-то награды вам удалось привезти? Мы привезли с собой лауреатство первой степени. Вот. Мы привезли с собой лауреатство второй степени за несколько номеров и лауреатство третьей степени. Все собрали. Все собрали. Скажем так, не всем коллективам это удалось. Но это было все-таки много номинаций, я так понимаю, что... Много номинаций и разные возрастные категории. Вот, расскажите, с какого количества было вообще участников на этом фестивале? Была российская делегация в составе 100 человек. 8 коллективов были представлены из Якутии, из Камчатки, Хабаровский край, Владивосток. Вот. Ну и, соответственно, Амурскую область представляли мы. Ну, вам не жалко было обделять детей Владивостока и Хабаровска? Забрали все награды, девочки, а? Ну, они тоже чуть-чуть смогли вывести. Им тоже перепало, да, чуть-чуть? Нет. Слушайте, ну, получается, если с нашей стороны было где-то около 100 человек, а со стороны китайцев сколько было? Ну, обычно 100 тысяч всегда. Обычно, да. Вообще, наверное, примерно тоже около 100 человек было китайских. Ребят, конкурс проходил не только он, не цирковой был. Не только цирковой. Там присутствовали и вокалисты, и хореографы, и причем очень достаточно сильный вокал. Они нас поразили. Китайцы вообще все поют практически. Да, да, да. Наверное, начинается все с караоке. Да, да, да. Насколько сильный уровень был китайских артистов? Китайские циркачи вообще, и китайская гимнастика очень сильная. Она сильная, наверное, во всем мире сильная. Вот, признанная, скажем. Ребята делают сногсшибательные стойки. Возможно, нам бы и не удалось взять такую высокую награду, но фортуна в этот миг, в миг конкурса повернулась к нам, а не к ним. Они два раза со стойк слетели. Они удержались, да? А мы сделали чистенько. Мне кажется, это просто воля к победе, талант и упорство. Работать, работать, еще раз работать. Мне кажется, это просто тренинг. Ребята, они часто приходят в прямой эфир работать в апельсиновомутре. И поэтому они уже не волнуются этих выступлений. Что там нам? Что еще сказать? У китайских же артистов какой-то отбор был, да, прежде чем попасть на этот конкурс? Да. То есть не все же подряд попали. Было три тура, и в итоге на фестиваль-конкурс вот этот попали самые лучшие, которые прошли все эти три тура и готовы были представлять Китайскую республику. То есть девчонкам пришлось соперничать с самыми лучшими артистами? С самыми лучшими. Вот так вот. И сладостнее наша победа. Возвращаемся в нашу студию. Мы разговариваем сегодня с Оксаной Жуковой, руководителем шоу-театра «Котовасия». Оксан, вот мы так не поняли сегодня, сколько же детей-то всего у вас занимается. Да, надо определиться. Когда Олег мне сказал одну цифру, у меня чуть глаз не выпал. Так что давайте из первых уст сколько? Ну вообще у нас 60 ребят. Это младшего и среднего возраста, которые занимаются у нас. Ну конечно, 600 мы можем только мечтать. Но это 60 не предел скоро. 60 не 600, зато есть к чему расти. Есть к чему стремиться. За 16 лет существования коллектива. Ведь коллектив прошел большой путь. Да, конечно. За что уже 16 лет? 16 лет уже «Котовасии». Так вот, начиналось ведь все-таки с животных. Сейчас животные еще присутствуют или все-таки переквалифицировались и перепрофилировались только на гимнастику? Это все-таки ваша исключительная специфика. Да. Животные – это и дрессура, одна из составляющих наших занятий обязательно. И ребята многие приходят к нам именно потому, что они любят животных. Они хотят ухаживать за животными. Они хотят общаться с животными. И чему-то научить животных, а может быть чему-то научиться у них. У нас, я сейчас поясню немножко телезрителям, у нас не совсем получается полноценно общаться с девочками, потому что микрофоны мы к ним не прицепили, и их может быть недостаточно будет слышно. Но, по крайней мере, как вы киваете, будет понятно. Вам самим-то нравится с животными заниматься? Да. И вы занимаетесь какими-то животными, да? А у кого из вас голубь? У тебя голубь? Как зовут-то голубя? Как его голубь зовут? Красавчик. Голубь-красавчик. Обалдеть. Какие еще есть животные, Оксана? Собаки, кошки, попугаи, петухи, куры, хорьки. Ты знаешь, петух-красавчик. Класс. Хочется тогда спросить, но вот эти животные живут в домах у воспитанников, они их дома воспитывают? Или это все-таки какое-то место, и они просто, дети приходят, и там учатся дрессировать животных? Нет, конечно. У нас есть специальное помещение, где содержатся животные, и специальное помещение для занятий с животными. То есть ребята пришли, и каждый с животными общается? Тогда другой вопрос. Содержание. Все-таки это очень, наверное, больной вопрос. Это же наверняка самое первое стоит у вас. Содержание животных. Это же проблематично. И сейчас, кроме того, это еще и накладно. Накладно, проблематично, но мы стараемся. Для этого мы и работаем. Но помощь все-таки... Помощь со стороны, так сказать. Со стороны она приходит какая-то, или это все ложится на плечи родителей, на плечи детей, на ваши личные плечи? Нет, скажем, с родителей мы такого... Плату не берете там на содержание животных. Содержание животных не берем, да. Но у нас ребята оказывают платные дополнительные услуги. Мы поздравляем именинников с днем рождения, да. То есть вот ваша деятельность хозяйственная, она помогает как-то этому... Она и родилась из-за того, что нам надо было содержать и животных как-то. Класс. Это очень хорошо. И дети привыкают с самого детства ценить свой труд и знают, куда этот труд направлен. Вот что особенно хорошо и замечательно. Кстати, помимо этого, мы сегодня вообще на протяжении всего утра разговариваем про то, какие книги читают наши дети, какие фильмы они смотрят. Вот вы, скажите мне, какую-то такую стезю вводите? Ну, говорите же детям, надо читать, надо же не только общаться с животными, но и, допустим, какие-то книги читать по поводу, как правильно ухаживать за ними. Обязательно. То есть это есть? Это есть, но скажем так, что сейчас у нас все интернизировано. Это правда, да. Ну, это понятно. И поэтому в основном пользуемся интернетом и статьи интернета. Ребята готовят доклады. Прежде чем получить какое-то животное в свое хозяйство, да, они сдают экзамен. А что животное это любит? А как за ним ухаживать? А что с ним делать? А какие есть... А кто занимался с таким видом животных, да? Какие программы были? Какие номера были? И уже на основе этого он составляет свой номер, свой план занятий. То есть ты все не так... То есть теоретическая подготовка определенная. Потом разрабатывание планов, совместных наверняка с преподавателями, да, с кураторами. Ну, как и везде. Вообще хорошо. Сначала теория, практика, и потом уже успех, деньги. Про теорию поговорили. Мне прям так вот, меня прям уже просто вот подмывает меня попросить девчонок, и Катю, и Карину, чтобы все-таки практику нам немножко показали. Я знаю, что вы сейчас приготовили какие-то элементы тех номеров, с которыми вы победили в Шиньяне. А можно посмотреть? Вот вам предоставляем вот эту, так сказать, площадку. Да. Да. Мы будем... Мы барабанную дробь можем изображать. Дру-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Начинается. Опа. Хоп. Класс. Вот так, с улыбкой. Все хорошо. Ты посмотри, что. Слушай, я боюсь. Оп-оп-оп. Держись, 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 Катюша. Супер, молодец. Класс. Браво. Это еще не все. Это еще не все. Тут нужно все-таки смотреть, потому что... Ага. Вот они что. Вот-вот-вот-вот-вот. И... Хова. Мне кажется, с другого плана было бы поинтереснее увидеть все прям целиком. Да? Вот-вот-вот. Смотрите. О. Класс. Вот все получается. Класс. Супер, молодцы. Подожди, это еще не все. Это еще не все. И... Теперь я понимаю, как сложно было китайским акробатам с нашими девчонками соперничать. Это точно. Вот так. Вот она, пластика. Девчонки, каучук. Браво. 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 Супер. Просто сказали, девчонки, какие молодцы. Они и в России знают. И главное гнуться так же, как змеи. Смотри. Вау. Ах вы две змейки какие красавицы. Класс. 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 Браво. 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 Катя. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Так, Саночка, вы тоже на место. Пожалуйста. Слушайте. А ты имени всех Амурчан вознаградим еще раз. Это было прекрасно, девочки. Больше чем уверен, что сейчас многотысячная аудитория телезрительская сейчас тоже аплодирует по ту сторону экрана. Да. Я вообще на самом деле, так как я в детстве проглотил лом, я вот так вот никогда в жизни не смог бы сделать. Поэтому я всегда восхищаюсь теми детьми, которые вот такое могут сделать с улыбкой на лице. Молодцы. Спасибо вам огромное, что вы есть. Вот вопрос такой. Сколько нужно тренироваться, чтобы вот этому научиться? Вот сколько девчонки уже занимаются Катя с Кариной? Ну, много уже. Карина у нас занимается с детского сада. Не говорите, что они уже на пенсии. С детского сада? Да. Обалдеть. У меня было ощущение, что они еще пока в детском саду. Да, я тоже подумал. Девчонки очень молоденькие, миленькие. На самом деле они уже взрослые. Уже взрослые. Умные, серьезные. Да, и Карина круглая отличница. И Карина в этом году получила премию мэра. Да вы что? То есть они не только вот это вот гнутся, еще и в школе, еще и радуют родителей. Трижды она стала лауреатом международных конкурсов, международного конкурса по вокалу в Санкт-Петербурге. Вот так, да? Еще и поет. Да, во Вьетнаме. Она лауреатство первой степени взяла. И вот это третье ее международное такое вот. А потом говорят, что, видите, поколение хуже-хуже. А ведь она ведь как в кавказской пленнице. Активистка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Согласен. Но я вот после всего услышанного наверняка поеду сейчас, куплю себе костюм змеи, домой приду, сяду на шпагат и буду петь. Попробую хотя бы, вдруг получится что-то. Вопрос в том, что кто будет в жюри, чтобы тебе выписать награду. Мы позовем Оксану, Оксана вот сможет квалифицированно сказать, как это у тебя получается. Я отбор не пройду. Все-таки, возвращаясь к теме дня сегодняшнего, у нас есть материал, который готовили наши корреспонденты. Точнее, вышли на улицы города и спрашивали, какие же все-таки сказки читают наши намочения. А давай мы начнем этот здесь соцопрос, скажем. Девчонки, что вы читаете? Вот что вы в последнее время читаете? Какая книжка на столе у вас лежала? Не знаю, последний месяц, два месяца назад или сейчас лежит. Что? Учебники. В основном учебники. Ну понятно, что учебники. А на каникулах ничего не прочитали? Ничего не посмотрели? Я читала. Что читала? Рассказ Му-му. Му-му? Слушайте, рассказ Му-му прочитать в таком возрасте. Это психологическая травма. Я шучу. Руководитель шоу-театра Катавасия, Оксана Жукова вместе со своими воспитанницами, Катериной и Кариной. Да. Сегодня у нас в гостях. И вот что хочется спросить. После того, как вот начали выезжать, уже международная арена начинает покоряться Катавасии. Какие планы у вас творческие? Что наметили себе на этот год? Какие поездки, может быть, на летние каникулы? Какие континенты себе хотите, так сказать, в любителей вашего творчества взять? Ой, хотелось бы в жаркие страны поехать. Например, в Малайзию. Ну, я думаю, что это все впереди. Все это возможно, то есть есть какие-то планы, да? Потому что ведь нужно же ехать тематически, чтобы действительно был какой-то фестиваль, что-то проводилось. Но самое главное – финансовое подкрепление. Точно. Это самое главное всегда. А у меня такой вопрос. Вот, допустим, глядя на девчонок, ну, сразу без вопросов, все понятно, талантливые дети. Все ли дети проходят к вам на обучение? Потому что многие родители сейчас сидят и думают, как же попасть в Катавасию? Там, наверное, строгий отбор. Наверное, не всех пускают. Как вообще это происходит? 2 сентября мы принимаем всех детей без исключения. Ребят в течение года мы не принимаем, потому что процесс обучения идет. Это так же, как в школе. Каждое занятие невозможно пропустить. А 2 сентября приходят, все, отбора никакого нет. Мы записываем всех желающих. Но не все ребята, конечно, выдерживают процесс обучения. Для того, чтобы так гнуться, для того, чтобы хорошо петь, танцевать и все остальное, надо очень много и серьезно заниматься. Мы от всей души можем пожелать вам только всего самого хорошего, чтобы количество детей увеличилось, чтобы количество наград... Самое крайнее – это 600 цифр. Пока 600. Теперь к ней стрелись. Пока 600, да. Потому что, ну, действительно, ровесники занимают. 600 человек у ровесников – это самый большой творческий детский коллектив в России. В России? Да, в России. Да, это в Книгу рекордов России попал. Ну и практически принадлежит целый дворец. Но ровесники все-таки уже и 40 лет, как существуют. Поэтому я думаю, что к тому возрасту 40-летия у вас есть куда стремиться. Что хочется? Пожелать хороших вам гастролей. Благодарных зрителей, чтобы вам с удовольствием хлопали и шли на ваши выступления. И чтобы творчество, и творчество, и творчество...